Словно слёзы по бронзовому лицу Всеволода Мерхольда струится растаявший снег. В этой фигуре всё правда. И рост, ровно таким режиссёр был при жизни, и непокорность, и трагедия. Именно силы личности год от года в день рождения новатора привлекает пензенцев в его родной дом. Именно на башне Кузьмин предложил Мерхольду псевдоним доктора Депертута. У нас театр доктора Депертута, это актёрский псевдоним Мерхольда. Да, причём ассоциация с Мерхольдом как с удивительным актёром, который дружит вот с нечистой силой. Потому что действительно трудно было объяснить, что в нём такого было, потому что ни фигуры, ни лица, ни голоса людей завораживало. Очень мистическая атмосфера, и когда что-то рассказывают, всегда идут мурашки. Даже я здесь уже третий раз на экскурсии, и третий раз всё равно были мурашки по телу. Такие же эмоции и от реальности, которые создавал Всеволод Эмилевич в своих постановках, и от судьбы. Человека насмерть замученного в годы сталинского террора. В пензе он прожил 21 год. Работники музея сегодня выстроили маршрут по Мерхольдовским уголкам города. Лекцию об этом гости могли услышать в главном зале, который обычно служит сценой. Елена Языченко при подготовке работала с десятками архивных фотографий и краеведческих книг. К удивлению сказать, что это и базарная площадь, сейчас площадь Ленина, потому что там очень часто были и уличные артисты, сопровождающие ярмарки. Там иногда и ставился цирк. И, конечно же, акробаты, которых видел Мерхольд, они его воодушевляли. И его биомеханика, она как раз пошла именно из детских воспоминаний о том, как пластичны были акробаты. Дни открытых дверей в день рождения режиссера в его родном доме организуют традиционно. Символично и то, что именно это здание стало первым музеем в мире, посвященным Всеволоду Мерхольду.